Сопредседатель Международного общественного движения «Гражданский мир», академик Российской Академии естественных наук, гранд-доктор философии, профессор Гейдар Иманов. На переживаемом историческом этапе потенциал азербайджанской армии позволяет без особых усилий освободить захваченные Арменией территории. Для этого имеется военный, экономический и человеческий ресурс, что продемонстрировал апрель 2016 года, когда военнослужащие азербайджанской армии дали достойный отпор армянским ястребам, вернув часть оккупированной территории. Но у руководства никем не признанной так называемой НКР и нынешних властей Армении криминальные сознания. Многие из них лично участвовали в убийствах азербайджанских детей, женщин и стариков. Да и в целом они, начиная с конца 1980-х годов, лишили армянский народ благополучной жизни в Азербайджане, доведя население самой Армении до состояния нищеты. Это они изгнали более миллиона азербайджанцев с родных земель. Эти преступные силы, сознавая содеянные ими и понимая, что рано или поздно придется отвечать за все содеянное, идут на большие преступления. Сколько лет мы говорим о невыполнении армянской стороной решений ООН об освобождении оккупированных территорий. Однако каких-либо практических сдвигов с места не наблюдаем. Наверное, это происходит и по той причине, что сложившееся положение приносит немалые прибыли и политические дивиденды крупным игрокам мировой политики. В то же время, вполне очевидно, что в немалой степени полное и окончательное решение данного конфликта во многом зависит от России. Но пока принудить армянских политиков к миру не получается. Ускорение решения этого вопроса во многом зависит от деятельности азербайджанских организаций диаспоры в России, от их способности влиять на общественное мнение россиян. Перед диаспорными организациями азербайджанцев России стоит огромная задача по распространению в российском обществе правдивой информации о причинах, виновниках и последствиях этой трагедии. Друзья, когда мы вместе, мы сила и мы обязательно победим!